Какие есть формы устройства ребенка из детских учреждений в семью? Об этом нам расскажет начальник отдела по семейной политике, опеки и попечительства Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Галина Гуляева. Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки какие формы, вот, как можно ребенка принять в семью? Ребенка-сироту, ребенка, оставшаяся без попечения родителей, можно в нашем округе усыновить, можно взять под опеку и в приемную семью. Вот эти три формы, они у нас практикуются, они у нас есть. В других регионах есть другие формы устройства, но вот у нас только эти. Но, как я понимаю, вот усыновление, это уже юридический ребенок становится своим. Ну да, усыновление – это самая приоритетная форма устройства ребенка-сироты в семью. И это определено законодательством Российской Федерации. А при усыновлении ребенок приравнивается в своих правах к родному ребенку. И усыновление производится судом. А вот знаю, что вот с этого года вступили изменения. И вот что должны сделать кандидаты в приемные родители, чтобы взять вот ребеночка из детского дома или из дома малютки? Я немножко вас поправлю, не с этого года, а с 2013 года у нас все кандидаты, которые хотят взять чужого ребенка, должны пройти школу приемных родителей. На самом деле в нашем округе школа приемных родителей начала свою работу в 2010 году. Ну вот в течение 2010, 2011, 2012 года мы работали, ну так называют, пилотные проекты. То есть это было не обязательно, но мы это делали. А с 2013 года в связи с тем, что это стало обязательным, она у нас, в общем-то, школа приемных родителей стала официальной. Подготовку приемных родителей проводит Центр ДАР. Центр ДАР с этого года структурное подразделение регионального центра развития образования. И, в общем-то, они организуют эту школу. Мы участвуем там как лекторы. Школа приемных родителей, она работает в течение всего года. И мы проводим занятия по мере набора групп. У нас бывают группы очень большие, скажем так, собираются. Бывает поменьше. Все зависит от активности граждан. Значит, как узнают граждане? Как правило, граждане начинают с того, что они приходят к нам на прием. То есть это самый частый способ попадания в школу приемных родителей. Они приходят к нам на прием, мы им объясняем. И записываем их в эту школу. Значит, занятия у нас проводятся в течение недели, во второй половине дня, на базе Центра ДАР. Ну вот сейчас у нас прошла школа приемных родителей, последняя. И у нас уже новое введение, скажем, там есть. В течение недели граждане занимались. А в течение следующей недели с ними работал психолог. И консультировал их вот... Проводил психологические консультации с ними. То есть получается общее время две недели занимает эта школа. Ну вот как помогает в будущем приемным родителям это обучение? Ну, самая главная цель школы приемных родителей рассказать о том, значит, на какой шаг они идут. Насколько серьезен этот шаг, насколько серьезны последствия того, что семья принимает ребенка, оставшегося без попечения родителей. Для этого мы рассказываем, в общем-то, об особенностях детей-сирот, психологических особенностях этих детей, педагогических каких-то особенностях. Далее мы рассказываем всю нормативную базу, которая сопутствует этому решению, сопутствует этому процессу. Кроме этого, преследует эта школа цель такую, что если граждане не готовы стать приемными родителями, они на этом этапе могут остановиться, понять, что это слишком серьезно, что это несет такие последствия серьезные. Поэтому для них это возможность оценить свои, скажем, силы. Вот, собственно, наверное, даже это самая главная цель. А вот есть такие, кто вот решил, что вот рановато он решил вот все-таки стать приемным родителем? Да, конечно, у нас были группы, когда из, скажем, из 10 человек приходила только одна семья. Продолжала путь этот. Вот, поэтому это очень хорошее достижение. А вот есть ли привилегии у жителей сельской местности? У нас все-таки регион такой, что большинство жителей, вернее половина у нас проживает на селе. Ну да, у нас установлено, что для сельских жителей, которые хотят обучиться в школе приемных родителей, значит, проезд в обе стороны бесплатный и проживание в социальной гостинице, которая находится на базе социального центра. Поэтому, в общем-то, я считаю, что это очень облегчает, скажем, путь наших сельских жителей. Недавно проходил у нас съезд глав муниципальных образований. Вы говорили о такой форме устройства ребенка в семью, как гостевая семья. Вот поподробнее можно? Все-таки, может быть, это кому-то больше понравится, будет кому-то больше подходить? Потому что, когда ребенок все время с тобой, это все-таки достаточно большой, ответственный и достаточно серьезный шаг. Ну да, гостевая семья – это как раз, можно сказать, ступенька к тому, чтобы потом оформить приемную семью. У нас очень часто такое и происходит. Гостевая семья – это, конечно, не форма семейного устройства. Она так и называется – гостевая. То есть ребенок приходит в гости. Для того, чтобы оформить гостевую семью, нужно собрать более, скажем так, усеченный пакет документов. И в эти документы, в частности, входит и прохождение медицины, и справка о том, что у гражданина нет судимости, которые не позволяют ему оформить гостевую семью. И, в общем-то, он такой небольшой пакет документов. И гражданин, если все у него хорошо, в порядке, получает заключение органов опеки о том, что он имеет право брать на выходные, на каникулы ребенка из интернатного учреждения. Но здесь есть, конечно, особенности, потому что маленькому ребеночку очень трудно объяснить, что вот тебя взяли, а потом надо тебя вернуть. Поэтому эта форма устройства, она подходит только для взрослых детей. Ну, скажем, лет семи, может быть. Школьников. Да, да, уже, в общем-то, школьников. И то бывают случаи, когда дети не очень, даже уже такого возраста, скажем так, хотят возвращаться в интернат после того, как они в гостях побывали, в общем-то. Ну, тут уже включаются психологи, и, в общем-то, подход при гостевой семье индивидуально с каждым ребенком работает психолог. Потому что кому-то эта форма категорически не подходит ни на одном этапе, скажем, возрастном. А кто-то из детей уже в пять лет спокойно воспринимает эту форму устройства. Ну, хорошо, спасибо большое. Будем надеяться, что все детишки, которые нуждаются в семье, ее обязательно обретут. Напомню, в гостях программы «Социнфо» был начальник отдела по семейной политике, опеки и попечительства Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Неницкого округа Галина Гуляева. С 1 апреля социальные пенсии в регионе выросли сразу на 10,3%. Таким образом, ежемесячные выплаты увеличились на 1113 рублей и составили 10725. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам увеличился на 1614 рублей и составил 17287 рублей. А вот размеры пенсии 13 граждан-инвалидов вследствие полученных на войне травм и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличились почти на 5000 рублей. В итоге более 52 тысяч. Также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и отдельным категориям граждан. Ветеранам-инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, героям Советского Союза и другим на 5,5%. В августе этого года Пенсфонд проведет беззаявительную корректировку страховых выплат работающих пенсионеров. В нашем регионе получатели пенсии являются граждане. Большей частью это пенсии по утере корнильца, небольшая часть получателей пенсии по инвалидности, по старости. Также участники инвалиды Отечественной войны, вдовы погибших военнослужащих, родители, получающие пенсии за детей, которые погибли в период прохождения военной службы. Круглым сиротам увеличение составит более 1300 рублей, детям-инвалидам 1600 рублей среднее увеличение. Но и в зависимости от того, как ее пенсии получают наши остальные категории, 10% составит общее увеличение. Задать вопросы и получить личную консультацию вы можете на приеме народных избранников. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ненецком округе информирует о датах личного приема депутатов. 2 апреля вас ждет Надежда Ковалевская, депутат Заполярного района. 6 апреля прием ведет Вера Дроздова, депутат Городского совета. 8 апреля вас примет Сергей Коткин, депутат Окружного совета депутатов. Прием проходит с 14 до 17 часов по адресу улица Смедовича, дом 20А, здание Культурно-делового центра Арктика, вход с площади Марацей. Телефон для справок 2-16-90.